Друзья, у нас в гостях Виталий Островский, известный натуропат, лекарь, целитель и так далее и тому подобное. Мы очень рады встретиться и рассказать дополнительно друг друга и поделиться впечатлениями и опытом целительства и народной и натуральной медицины. Мы находимся сейчас в Ташкенте, в Узбекистане, в Беверли-Хиллз, города Ташкента, один из самых лучших районов, Яко-Сарайский район, самый богатый, престижный район в Ташкенте. Всем привет! Ну, у меня один вопрос к доктору. Расскажите нам о перце. Перец, у нас сегодня такой небольшой обед здесь, скромный, вегетарианский, но здесь не хватает чего-то, не хватает, по-моему, жгучих ваших легендарных перцев. Да, я к перцу очень привык. Мое студенчество прошло именно с острым перцем. Я учился, 80% студентов у нас были узбеки. И когда мы садились, значит, за стол, они и черный, и красный перец, вот прямо столовыми ложками, большими, они, значит, клали в суп и потом, значит, мешали и ели. А сколько вы положите перца себе сейчас на порцию? Я могу и две чайные ложки, и одну чайную, и даже одну столовую ложку, и это мне только пойдет на порцию. Ну, давайте, вот мы посмотрим, я тоже себе положу. Сначала чайными ложками, вот, значит, чайная ложка полная, на гречневую кашу, и чайная ложка полная, даже еще одну чайную ложку, вот. И чтобы я не пил, я обязательно кладу острый перец, вот там сзади такой сухой, тоже очень острый перец. И когда я пробую, ну, для меня это нормально. Для других надо постепенно увеличивать дозу. Почему? Потому что практически противопоказаний нет для здорового человека. А если человек болен, острый гастрит, обострение язвы желудка, 12-перстные щечки, геморрой в острой стадии, то тогда не рекомендуется острый перец. Расскажу я вам, что фармакопеи, значит, фармакологи в Индии считают, что перец, перцовка, значит, несколько столовых ложек перца на водке. И при том, я хочу сделать классификацию, значит, острота перца исчисляется International Units, международными единицами. Обычно продается, значит, 400-500 International Units. Это такое, среднее, ниже сильного. Сильный – это 800-900 International Units. Это в Мексике, есть такой перец хабарнера. Есть African Birds называется, африканский сорт, который развивает, дает 1200 International Units. В основном я его покупал. Но есть еще больше, 1800-2000 International Units, он все обжигает. Сгорит. Да. И, кстати, вот это, если глину, если глину, значит, сочетать с этим острым перцем и сделать маску, все лицо будет гореть. Но, опять-таки, разная кожа, чувствительность есть. Поэтому, если сделаешь, то получается омоложение и даже разглаживание морщин. Это уже проверено. Так. Из красного перца делает оно перцовки, перцовый пластырь. Перцовый пластырь везде продается в формации, но он очень слабый. Практически очень и очень слабый. Поэтому, если добавить, если наружнее, то добавить горчицу с перцем, это будет очень усиливать. И при любой простуде вместо антибиотиков и химиотерапии, допустим, вирусные, гриппы и так далее, если подошву намазать горчицей и перцем и пленку надеть, а потом шерстяные носки, через два часа все будет гореть, человек пропотел, и у него температура падает, он чувствует себя прекрасно. Одно из испытанных народных средств. Продолжение следует...